Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Шумковская. В прошлом видео уроке мы делали с вами заготовки ягод и цветов для веночка. В этом уроке я покажу, как его собрать. Для работы нам понадобится флористическая лента, ножницы, плоскогубцы и проволока. В моем случае это проволока с памятью. Я подготовила нужный по размеру кусок проволоки. И теперь при помощи плоскогубцев, аккуратно, чтобы не поранить руки, делаем петельки на двух концах проволоки. Делаем это так, чтобы нигде ничего не торчало, не царапало. Выглядеть это должно примерно так. Теперь берем цветок, разгибаем проволоку и прикручиваем к центру основного каркаса венка. Для этого прокручиваем концы проволоки самого цветка примерно 5 раз между собой. А потом вокруг основного каркаса венка. Лишнее можно обрезать. И сразу убираем, приглаживаем торчащие хвосты проволоки, чтобы потом они не впивались нам в голову. Точно так берем следующий цветок. Разгибаем проволоку, плотно прижимаем его к соседнему цветку, делаем 5 оборотов между собой и потом оборачиваем вокруг основного каркаса венка. Таким же образом цепляем все цветочки, плотненько друг за другом. Вот уже прорисовывается наш веночек. Теперь берем ягодку и прикладываем ее между цветочками, а конец проволоки плотно наматываем вокруг каркаса. Наматываем проволоку не на одном месте, а по всему венку. Тем самым регулируем толщину каркаса. Обрезаем лишнее и убираем концы. Берем следующую ягодку, прикладываем ее между соседними цветами и повторяем все то же самое. Наматываем проволоку вокруг каркаса, обрезаем и убираем концы. Таким же образом собираем все остальные ягодки в одну композицию, прикручивая их сверху и снизу венка. Теперь берем флористическую ленту и разрезаем ее вдоль пополам. На этом этапе нужно запастись терпением. Аккуратно, не спеша, очень плотно нам нужно обмотать проволочный каркас. Обматываем в два слоя, то есть дважды. Это для надежности и для придания более красивого вида венку. Затем плотно прикручиваем конец флористической ленты к основанию и фиксируем быстросохнущим клеем. Венок практически готов, осталось только привязать атласную ленту. Узелок фиксируем клеем и лишнее обрезаем. Ну вот и все. Надеюсь, мой урок вам был полезный и вам было не скучно со мной. Желаю вам творческих успехов. Подписывайтесь на мой канал и творите вместе со мной. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok